Ребята, всем привет! Новый блог, который я снимаю на новенькую камеру. Короче, какая движуха? Мы должны сейчас скоро выходить. Слава уехал по делам, и я пока не знаю, когда он вернётся. И Аня скоро уже захочет спать, и через полчаса уже надо спать. И через полчаса по плану кушать меня. Но перед этим я покормлю её кашей, поэтому сейчас мы едем на кухню. Я её раздела из красивого комбинезончика, потому что... Ну, я здесь знаю, чем всё закончится. Поэтому, пожалуй, я её покормлю кашей. Вот так вот я её нарядила. Сейчас я сделаю кашку. Да, Анютка? А ты пока сиди и смотри, как мама тебе делает кашку. И о чём-то с вами буду блатать, наверное. У нас тут немножко бандат. Так, к нам сегодня приезжал врач-хирург-ортопед Ани. Ну, не конкретно её врач, но из клиники. Просто был осмотр. Хочешь банан? Было осмотр. Всё хорошо. Никаких тонусов нет. Нам постоянно... Ну, что-то вытянуло банан. Ну, подписчики, не знаю, может, наверное, не подписчики, просто люди в комментариях пишут. Ой, она у вас так часто делает самолётик. У неё, наверное, там, не знаю, тонус, не тонус. Короче, какая-нибудь такая лимонда. И это, конечно, прикол. Нет, всё хорошо у нас с маленьким малышом. Сейчас накормим этого малыша каши. Она, кстати, любит эту кашу. Мы остудим бы, отлично. Хочется сегодня, знаете, куда? Например, в Парборьково. Ну, я спросила сейчас у колонки. Она такая, типа, скоро дёшь. Снег. А как мы пойдём в дождь и снег? Давай вот. Ну, давай ладь, ей. Кушать будешь? Конечно, если говорить про прикорм. Ей получается сейчас вот через 4... Ну да, через 4 дня ей будет 7 месяцев. Вот. Мне кажется, нормально, что у нас идёт. В том плане, что просто некоторые... Ну, как некоторые. Короче, например, моя мама считает, что у нас очень медленно всё идёт, потому что у меня прикорм начался аж в 4 месяца. Ну, для меня. Когда я была маленькая, потому что у меня, когда я была маленькая, были какие-то проблемы там. Ну, короче, там, запоры, не запоры, какая-то такая ерунда. И у меня была ещё смесь. Ну, то есть я так поняла, что мама меня где-то до 7 месяцев кормила смешанно, как бы. Вот. То есть, а с 4 у меня смесь, по-моему, была. Ну, уф. Вот. И когда ребёнок на смеси, в том числе, прикорм можно начать раньше, с 4 месяцев. Ну, как я читала. А когда на ГВ, то с 6. Вот. И мы как бы начали с 6. Хотя моя мама, она такая, давай, мы тебя уже с 4 кормили. Туда-туда. Я говорю, нет. Нет. Ну, типа, знаете, и вот многие девчонки со мной согласятся. Потому что наше старшее поколение, наши там мамы, бабушки, ну, там же всё по-другому было, поэтому они свою тему продавливают, что надо, надо, надо. Спать уже хочешь, я вижу. Я вообще ничего не ела, кстати. Надо хотя бы что-то съесть. По поводу спорта. Я что-то начала типа спортом заниматься. Ну как? Да и успешно, короче. Начала качать пресс, ягодицы, думаю, готовлюсь к поездке на море. Начала заниматься по курсу Саши Пасновой йогой. Мне, кстати, понравилось. Но единственное, что я позанималась буквально 3 занятия. Потом у меня какая-то херня началась, я не высыпалась, уставала. И просто единственное время, когда я могла найти время для занятий йогой и покачать пресс, это типа ночью вечером. Я так устаю иногда, что просто вот у меня ноги болят, гидят. У меня не до каких-то там качаний прессов и йоги. Мне, конечно, грустно, я прям чувствую себя таким этим... Слабачкой. Всё, кушаем, кушаем. А, сосульку давай. Оп. Кашку будешь? Как я там тебя защитить, чтоб тебе хоть под шею не заползло. Ну-ка. Кирик, Кирик, я ты и мыла. Пусть как бабушки хотела. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кирик, 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 Кирик. Я люблю. Короче, иногда, конечно, устаю люто. Люто. И морально, и физически. Вот. Очень бываю нервные. Особенно сейчас, я говорю, у меня начались эти самые дни. И я прям вообще... Жёсткая. ПМС. Жёсткая. Жестейшая. Ещё когда куча всяких хлопот, забот. Ну и вот. Да не, нормально в плане прикорма, кашами. Я её, получается, как? В идеале надо, типа, я так поняла, кормить до того, как грудью кормишь. Но я так и стараюсь делать. То есть, три раза в день я её, как бы, кормлю прикормом, получается. Первый прикорм у нас это каша. Но это просто, знаете, не такое, что вот утром она проснулась, я сначала даю ей кашу, потом грудь. Утром, когда она проснулась, это и я тогда только проснулась, потому что спать хочется, просто капит. Вот. И, получается, я её кормлю грудью, потом там два-три часа мы тусим, потом я её кормлю вот сейчас кашей, потом грудью, спим, тусим, потом в идеале покормить какими-нибудь овощами, например, баночки. Мы баночками кормим, сейчас у нас такой прикорм. И, например, потом, типа, полдник или что, можно дать фрукт, например, или, наоборот, сначала фрукт, потом овощ. Ванютку же много, что пробовал, да, Маритка? Ну, овощи вообще не заходят, конечно, от слова совсем. Я сама пробовала, ну, понятно, я всё пробую, прежде чем дать ребёнку цветная капуста, брокколи, это реально такая бревочина, просто кошмар. Короче, Слава приехал, я собрала Аню, она уже прям вся плакала, потому что спать хотела, ну, короче, как всегда. И я прям вообще такая зла, не могу, мне так всё раздражает. Раздражает меня конкретно то, что я хотела себе накрутить кончики волос этим Дайсоном, потому что я специально голову помыла сегодня без кондиционера. Ну, то есть хотя бы направление волосам какое-то задать, но в итоге, конечно же, ну, когда мне это делать? Просто если бы сейчас Слава был дома, вместо того, чтобы ездить за машиной, он ездил за машиной и другие дела. Чем я уже, в чём я? Впрочем, надо было заехать в одно место и машину забрать. И вместо того, чтобы он всё это время, например, был дома и, допустим, с ребёнком, он ездил за машиной. То есть если бы он был дома, он бы мог заниматься Анюткой, пока я причешусь, что-то соберусь, в рот что-то засуну. Ну, короче, я прям на нервах такая злая, что прям вот хоть поругаться вообще могу. Он стоит сейчас, наверное, около лифта от меня, я тут хожу и обещаю. Короче, нервы у меня просто шалят. Вот так вот опять буду как бурж. Ладно. Выдохни. Скоро закончится зима, будет тепло. Не придётся вот так вот одеваться. Не придётся ребёнка в миллиард одежд одевать. Короче, несмотря на то, что я внизу оделась как-то поинтересному, ну, типа, знаете, не просто какая-то пунктов-то. Всё равно на бомжике похоже. Ну, ничего ты с этим не поделаешься. Мне так грустно, прям даже плакать хочется. Депрессия, начало депрессии. Так, ребят, ну что ж, мы сели в машину. На улице просто адский ветер такой, что у меня висела на плече сумка, её просто нахер снесло, но мне чуть не улетело в соседнюю машину. Аня спит, поэтому мне пришлось её сейчас держать на руках. Хотя это неправильно, небезопасно, не по закону, я всё понимаю. Ну, а пока ничего, сделать это не могу. Короче, чё говорить? Меня бесит. Я хотела сегодня снять классный, позитивный, интересный влог. Я надеюсь, так и будет. У меня такое бывает, что сначала влога такой, знаете, типа, всё, всё пошло не по плану, жизнь лен. А потом хоп-хоп, как-то события так разворачиваются, что всё заодно это супер-клупер классно и клёво. Вот, надеюсь, это сегодняшний случай, потому что пока что я просто, просто выжито, как лимон. И расстроена. И даже, только я думаю, у меня есть много о чём своё поболтать, и тут вдруг поняла, что вообще не знаю, о чём говорить, как будто у меня ничего интересного и вообще нечем поделиться. И я прям ещё больше загрустила. Короче, какой план? Мы решили сейчас заехать во вкусную точку, потому что охота жрать. Тем более, Анютка пока спит, пусть как бы спит. Потом мы, наверное, поедем в торговый центр Павелецкая Плаза, чтобы просто там пошлындрить, что-то купить, потому что я вам в прошлом влоге рассказывала, что я почистила свой гардероб. И у меня новый ассистент, девочка её зовут Валя, Валентина. Она уже нашла мне много классных сотрудничеств с разными брендами одежды, с которыми я хотела посотрудничать сама. И просто клёвые магазины нашла. И у меня даже нет времени, вот представляете, вот представляете, какая у меня жизнь? У меня нет тупо времени, чтобы посидеть в телефоне, повыбирать какие-то шмотки. Я обычно это делаю перед сном. Вот, например, Анютка уснула на ночной сон, и я ещё часик что-то делаю в телефоне. Но я настолько устаю последние дни ещё и за месячный, что всё равно, хоть у меня и не болит живот так, чтобы пить обезбол, как раньше было, но всё равно поясницу да потянет. Состояние общее такое немножко, ну, овощное. Поэтому вместо того, чтобы хоть часочек что-то поделать в телефоне перед сном, я тоже ложусь спать, потому что, ну, нафиг. Вот, сейчас я расстроена из-за того, что я не накрутила кончики болот, потому что, блин, не знаю, это, конечно, мелочи жизни, но мне вот хочется порасстраиваться из-за мелочей жизни, потому что в этих мелочах потом в итоге и заключается какое-то хорошее настроение. Понимаете? Так вот, заедем во вкусные точки, потом в Павелецкая плаза, там пошлындраем, заодно там есть комната мамы-ребёнка, можно будет покормить Анютку, поменять подгузник. Я всё собрала, всё взяла, что ей нужно. Покормила её кашей, я молодец. Короче, я просто иногда пропускала какие-то случаи, какие-то окошки для прикорма, потому что мы то не дома, то ещё что-то. И вот, так скажем, в обед её, то сейчас мы предполагаем прикормовский завтрак у нас был каша, а получается в обед, скорее всего, мы будем не дома, поэтому она поест только грудь. Ну и что? Ничего страшного. Короче, я вот всё думаю, мы же поедем скоро на море отдыхать. И мне вот, с одной стороны, так хочется выпить всё-таки венца, не сказать, что я прям с ума схожу по этому, но, типа, знаете, уже получается, когда мы будем на море, это Ане будет уже 8 месяцев. И вот пока здесь в Москве, хотя я бы с удовольствием со стейком съела бы, выпила бы вина, но тут-то ладно, а вот на море так хочется реально хотя бы в один вечерок взять и выпить 2 бокальчика вина. Ну там, наверное, не такое вкусное будет. Я-то хочу какой-нибудь кинзбарауль, например, любимый. Короче, я не знаю, вряд ли там будет такое вино, хотя, может, и будет, смотря какой ресторан. Я вот всё не знаю, думаю, гадаю, надо, но мне не надо. Всё-таки уже реально до последнего кормить. Короче, я, наверное, посоветуюсь с педиатром. Девчонки тоже напишите в комментариях, кто кормит грудью и пьёт вино или алкоголь. Ну, понятно, что это нельзя совмещать, ну, в том плане, что если это уже у кого установилась лактация, всё равно страшно. То есть, грубо говоря, знаете, я уже такая думаю, блин, ну ладно, если чё, ну пару раз дадим смесь, там, либо я сцежусь заранее, ну чё такого. Тем более мы сейчас уже прикорм какой-то начали. Так, к 8 месяцам её, то есть это ещё месяц, то есть за этот месяц сейчас, вот у неё 7 месяцев ей скоро исполнится, наверняка ещё что-то у нас классное при корме появится, и вообще, может быть, один какой-то приём пищи мы спокойно сможем заменить. Ну, то есть это я к тому, что, как бы, пропустить два приёма пищи, например, и выпить венца, может, и ничего, но всё равно как-то ссыкотно, если честно. Всё равно есть какое-то переживание. Как красиво клинику сделали, да, офигеть? У нас тут поликлиника, получается, какая красивая. Я сюда должна была ходить, пока была беременна, в женскую консультацию. Посмотрите, какое красивое здание, его так долго ремонтировали. Получается, я ещё в первый раз, когда забеременела, когда у меня была замершая беременность, уже не могла сюда ходить, потому что здесь, ну, получается, сколько, больше года здесь сделали ремонт. Здание было такое старое, серное, обшарпанное, а посмотрите вообще, какая красота, как круто сделали. Так вот, и я, получается, уже сюда должна была ходить в женскую консультацию, вот то, что у нас на районе, куда я прикреплена. Поскольку там шел ремонт, мне постоянно приходилось ездить куда-то к чёрту на роган, блин, ходить анализы эти сдавать, эту мочу несчастную, как-то сказать по всему району, ну, короче, трэш полнейший. Вот, в какой-то момент, кто следил за мной, когда я была беременна Анюткой, вы знаете, что я распсиховалась, плюнула и перестала вообще ходить в женскую консультацию, носить туда эти анализы. Начала ходить в платную, в мать и дитя, тоже на районе. Не знаю, зачем я вообще начала ходить в женскую консультацию. Может, тебе мама сказала? Ну да, мама мне сказала, надо. Ну, потому что, блин, как у мамы тоже, она же ходила, тоже прикреплялась, вставала на учёт и так далее, и так далее. Вот и я тоже так вошла. Ну, не знаю, стала бы я это делать во вторую беременность, ну, в женскую консультацию вставать на учёт. Вот, как будто бы да, если честно. Нет, я могу туда встать на учёт и всё, но при этом не обязательно мне туда ходить анализы сдавать. Ну, то есть я могу ввести беременность в другом месте, но на учёт встать, мне кажется, почему нет. Ещё, кстати, по поводу молочки и всякой такой движухи, мы ничего не получаем, потому что это надо пойти и начать что-то получать, зарегистрироваться, заполнить. Надо этим заняться, потому что, мне кажется, уже скоро, а то и, блин, завтра, чуть ли не завтра уже, почему бы и нет. Там наверняка для Анютки куча всякой вкуснятины, соки какие-то. Ну, понятно, не сейчас, да, но уже вот скоро, я думаю, можно будет всё это уже ей давать. Какие-то творожки там, наверное, кисломолочки, я не знаю. Короче, да, надо будет нам тоже молочку получать. Нам вообще это положено. О, только я туда, конечно, ходить, если честно, не очень хочу. Надо узнать, где получать. Можно будет с колясочкой дойти, взять и домой пойти. И какая милота? В чём заключается милота? В том, что я думаю, типа, блин, ну, как бы у нас есть возможности всё это покупать самим и так далее, и не ходить там с колясочкой, может, там очередь, знаете, оставить, ну, как будто бы что-то такое. Мне кажется, это немножко так, знаете, душевно, вот как раньше, как моя мама ходила с колясочкой там, или не знаю, как она ходила за этой молочкой. Хотя я могу написать какую-то там бумажку, ну, не бумажку, не знаю, типа по доверенности, выбрать человека, кто будет ходить и получать вот эти молочные продукты для ребёнка. Ещё, кто не знает, мы такие вообще лохомолись. Сейчас кто-то, наверное, вообще офигеет. Короче, до двух месяцев ребёнка нужно, вот особенно тем, кто в Москве проживает, нам положено от Собянина либо коробка со всяким там, с одеждой какой-то, какая-то такая движуха. Мне кто-то рассказывал, или не знаю, сейчас это так, или было, что раньше там была такая какая-то коробка, в которой аж спать можно ребёнку. Не знаю, что там, а? Я не слышал. Не слышал? Что-то мне такое, по-моему, говорит, что там какая-то такая коробка. Или, может, мне это приснилось? Какой-то ужас. Короче, либо ты получаешь коробку со всякими типа ништяками, либо 20 тысяч. До двух месяцев ребёнка нужно выбрать либо коробку, либо 20 тысяч положено. Вот так вот можно сделать. И у нас как-то так вышло. Ну, видимо, нам 20 тысяч эти не горели, и коробка тоже нафиг не нужна была. И мы просто профукали этот момент. Я всё хотела, 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 хотела. У Анютки были жуткие холики, просто какая-то движуха. У меня там тоже, знаете, вообще не до этого. Только привыкаешь быть мамой, и всё. Ну, видимо, не горело нам, вот и всё. Если бы нам горело, то мы бы уже в первый же день оформили эти 20 тысяч или коробку. Надо было хотя бы коробку взять и просто отдать кому-то, если чё. Сделать на неё обзор. Хотя чё, кому нафиг нужен этот обзор? Мне кто-то кидал, что типа чё там в этой коробке от Собянина. Интересно. Нужен тем, кто не получит эту коробку сейчас. Я имею в виду обзор. Всё равно кому-то было бы интересно. Наверное. Видели, какая большая у нас машина? А, он же за мной сидит. Потерял меня здесь. Нифига, он думает, что лицо. Это этот. Вот эта херня, он думает, что это лицо. Вот так вот у нас тут всё. Такой большой багажник. А, я же тут не делала ещё обзор на нашу новую машину на Ютубе. У меня на Рутубе есть целый влог про эту тачку. Посмотрите, какой панорама, мамочки. И тут получается большая панорамная крыша с люком. Вот так. Вот Анютка. Надо бы её это расчехлить. Забит. Я забыла, что рассказывала. Про пакет от Собянина. Да, с этим всё понятно. Так что мы это не получили, и это тупо. Но молочку хотя бы это надо получать. Тем более её, по-моему, до какого-то там классного возраста прям можно получать. Надо узнать. Или напишите в комментариях. Зачем мне что-то узнавать? Вы же напишите всё. Короче, мы купили прыгунки. Точнее, я заказала прыгунки. Поделилась этим в сториз. Хочу сразу такую ремарочку добавить, что вот эти все гаджеты, которые я там заказываю, что-то я всегда советуюсь и с врачом. Я, правда, это делаю после того, как покупаю, но всё равно я никогда не посажу ребёнка в прыгунки, если это навредит здоровью. Я не знаю, зачем я постоянно это всё заранее покупаю, заказываю. Наверное, мне вот нравится просто. Здрасте. Чикенбургер. Чикенбургер. Девять наггетсов. Чё? Девять наггетсов. Девять наггетсов. Большая картошка фри. Большая картошка фри. Два сырных, два кислых. Два сырных соуса, два кисло-сладких соуса. Большой зелёный липтон со льдом. Большой зелёный липтон со льдом. Блин, я всё. Биг Спешл Джуниор. Возьми морковные палочки. Кого? Морковные палочки. Морковные? Палочки, ну морковные. Морковные палочки есть? Подождите, пожалуйста. Сейчас мы остановимся, когда будем кушать, и как раз я Анюшку пересаживаю, как раз она проснулась. Видишь, солнышко вышло. Так вот, мне написали, что прыгунки это просто капец как вредно. Короче, на всех этих гаджетах пишут одно, а по факту другое. Меня это жутко раздражает, потому что я, конечно, как потребитель ведусь. Я думаю, ну что-то прикольно, закажу ребенку. Бабки-то есть. Хорошо, что и мозги есть, да, проконсультироваться. Здрасте. Хоть позже, но все равно лучше позже, чем никогда. И на этих прыгунках, типа, это еще хуже, чем ходунки. Потому что на прыгунках ребенок, типа, прыгает, а позвоночник его еще не крепкий. Типа, это вообще так плохо. Так что мы эти прыгунки отдадим, продадим. Ну, короче, там написано, что их с шести месяцев до двух лет можно использовать. Как прыгунки, по крайней мере. Потом, вообще, как турникет можно. Ну, может, дома будем, покажу инструкцию, что там написано. А по итогу говорят, что пока ребенок не ходит, не крепкий позвоночник, никаких прыгунков. Хорошо, что они недорогие были, то было бы жалко. Кстати, вот этот эрго-рюкзак тоже, который от Беби Бьерн у нас. Там же тоже написано, что с трех, по-моему, месяцев можно. А по факту, все равно, пока ребенок не сидит, тоже нежелательно. Ну, не надо. Хотя там, типа, поза М как бы похожа, но все равно нехорошо. И, получается, кому верить? В итоге, самое лучшее, это просто ребенка на пол положить и все. Будешь морковную палочку? Да. Сейчас кто-то такой, в сумме не верит ребенку, вкусная точка, морковная палочка. Да нет, я пошутила. Хотя, не знаю, может и можно. Что с ней морковка? Ну, кто-то знает, чем они ее там обливают, да? Да нет, я думаю, все нормально, но все равно зачем. Наггетс надо сразу давать, наггетс. Чего ждать? Все равно хорошо, что все тает, скоро весна. Блин, ну, прикольно, вообще-то, камера это снимает. Из-за того, что ничего не трясется. Добрый ветер. Посадили Анюточку, дали ей трубочку. Вот такой вот у нас романтичный пуллин. Как я скучаю по тому, когда ты сидишь спереди. Было крево, спереди весело. Здесь сегодня утро. Знаешь, кто звонил? Кто? Из компании, которая выставила нам счет, больше 100 тысяч за воду в новой квартире. Ага. Короче, я уже об этом рассказывала, я неправильно передала показания. Первый раз неправильно передала показания на воду в новой квартире, где идет ремонт. Передала показания так, что мы как будто там нажгли столько воды, что должны были что-то типа 70 тысяч. Короче, трэш. Я думаю, это что за херня? Ну типа, мы же там не живем. У нас даже ремонт тогда не начался, чтобы вы понимали. Ну и все, что-то. И потом мне приходит счет. Я такой, это что за херня? Что-то я не помню. Я тогда уже рожать собиралась. Что-то, ну короче, не до этого было. Пени там нагорают, нагорают эти все пени. В итоге сто, что-то сейчас сто двадцать тысяч, по-моему, должны, с учетом того, что я как-то недавно платила 20 тысяч просто для того, чтобы показать, что я что-то плачу. Но в тот момент, это мне так женщина по телефону посоветовала, мы обратились в компанию, в нашу эту управляющую. И нам сделали документ о том, что, ну типа на счетчиках какие цифры, официальный документ, чтобы его предоставить, чтобы нам изменили показания. И я их отправила, наверное, ну блин, месяца четыре назад отправила эти показания. Это документ. И его, типа, тридцать дней рассматривают. И что вы думаете, что-то рассмотрели? Хер! Просто ничего не рассмотрели. В итоге, я думаю, вчера такая. Да, вчера. Ну все, я нашла какую-то там почту, какую-то женщину, видимо, с этой компанией, которой можно как-то напрямую написать. Я ее задолбала, просто сообщение 100 отправила. И она мне сегодня утром звонит и говорит, я все поняла, ля-ля-ля, пришлите просто фото счетчиков. Ну, короче, надо скинуть. Так что история блинется к финалу. Взрослым быть отстой. Что для тебя самое сложное в отцовстве? Ну, наверное, воспитание самое сложное. Да ладно? Ну. А что тут сложного? Ну, это сложно. Ну, для меня это сложно. Это важно. Это настолько важно, насколько сложно. И сложно настолько важно. Воспитываешь Аню. Сейчас я ей все разрешаю. В чем тогда сложность сейчас заключается? Ну, просто я думаю о том, что когда придет момент, когда она же будет осознанная, а я что-то вот в это время ей неправильно объяснил или как-то не донес для нее. И она будет лоб совести из-за этого. Ну, а если что-то поинтереснее? А это не интересно? А-а. Потому что сейчас это даже... Как ты можешь такие вещи? Без понятия. Я просто об этом думаю, и это меня тревожит. А что-то еще я ничего не скажу. Все нормально. Расскажи, ты надеялся, что я не буду рожать этот день, когда мы поехали в роддом? Я офигела. Ну, да. Мы когда ехали... Не когда ехали. Короче, мы... Когда уже началась вся движуха вот эта вот, я так надеялся. Типа, думаю, ну ладно, типа, сейчас она это... Ну, чуть-чуть разгорится, а потом потухнет и пройдет. Типа, все нормально будет. И мы, как бы, это... Останемся дома. Он думал, что у меня так, типа, тренировочный... Да, да. И все, типа, дома остаемся. Да, я думал, это тренировочный. И, типа, я думаю, ну ладно, сейчас, типа, чуть... А оно все не чуть-чуть, оно все больше, и ты, типа, и ты не успокаиваешься. И я такой думаю, блин, походу поедем. Ну, я, короче, ожидал, что мы чуть-чуть подольше с ней побудем в этом режиме таком. Для меня как будто это слишком быстро наступило, и я не... Ну, для меня было неожиданно даже немножко, что ли. Или, может быть, я просто был не готов в этот момент ехать с ней рожать. Ты боялся, может, что сейчас появится ребенок, и ты не готов? Ну, как к такому... Ну, психологически. Ну, просто психологически какой-то, ну, такой нюанс. Ну, как бы все нормально потом было. И я ситуацию принял, и я счастлив, и я рад. И тогда я был рад, просто чуть попозже. Ну, в смысле, нет, я всегда был рад. То сейчас скажут, что я не был рад. Я просто чуть-чуть, может, я переволновался, может, или взволновался. Как сказать? Слушай, мне кажется, это абсолютно нормально. Даже испугаться, не быть готовым. Ну, вот, я чуть-чуть взволновался. Взволновался, это слово. И... Ну, потом меня отпустило, и все, и мы поехали рожать. Мы уже ехали рожать. Меня уже вроде как потом уже отпустило, когда ты уже легла. Помнишь, когда мне сказали, что, может быть, я сегодня не рожу, и мы уедем домой через сколько часов. А я ему сказала, я отсюда не уеду без ребенка. Ничего. Сделайте, что хотите. Да. Ну, блин, уже реально какие. Туда-сюда. Уже вылезай давай, верю-ка. Ну. Классно. Было. Ага. Завтра мы пошли? Нет. 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 Сейчас точно нет. Просто... Не знаю. Вот, с одной стороны, думаешь, прикольно, чтобы разница была небольшая. А с другой стороны, ну уж, нет уж. Я хочу восстановиться как следует, чтобы они утка подросла. Ну, реально. Вот я понимаю, я смотрю на некоторых мамочек, которые такие, ой, материнство, это, ну, сплошное веселье, легкотня. Думаю, ну, молодцы. Я считаю, что это труд. Это труд нереальный. Просто я, такая, как бы, мама, я, как бы, отдаюсь очень сильно. И просто морально и физически сейчас, ну, на второго ребенка, и чтобы еще заниматься своими делами, уделять время себе, мужу, работе, ну, как бы, меня точно не хватит, поэтому, ну, нет. Да уж, я бы такие ворковные палочки не стала ребенку давать. А мне пофиг, я съем. Ты тут съешь. Все, поехали в ТЦ. Как эта штука открывается тут? Господи, как туго и сложно. Ужас. Да, ее надо прямо жестко. В любой машине даже самый шикарный есть свои. Потому что она новая. Она новая. Ее надо чуть-чуть разработать, так сказать. Одна муточка. Седаундрит. Кушать можно. Да, но не ребеночек. Ну да. Так, ребят, мы, как я и говорила, следующая наша остановка это торговый центр Павелецкая Плаза. Почему я люблю этот ТЦ? Потому что там есть классные бренды. Шоурумы дизайнерские наши, российские. Типа Тумуд, например. Эта вот куртка, кстати, вот тоже Тумуд. Шарм Стор тоже бренд. Кстати, вот джинсы у меня от этого бренда. Ну, короче, много там чего есть. Вообще, типа, мой лук. На меня вот эта кофточка, кстати, часто спрашивают. У меня есть точно такая же черная. Это лайм. Чуть у меня давненько брала. Джинсы Шарм Стор. Безгат Бель Ю бренд вот этот. Классный. Очень люблю его. Вот. Причем мы с ними и сотрудничали не раз. Я сама там у них периодически заказываю. Очень нравится, правда. О, сейчас будем мимо нашего нового дома проезжать. И, конечно, кладбище. Ха-ха. 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 Вот оно. Новенький дом. Кстати, было бы неплохо заехать туда, посмотреть, как там строительные дела идут. Вот так вот, Анютка. Скоро будешь тут жить. Да, мой миленький. Сиди дальше книжку смотри. Так что, да, едем в ТЦ. Как я сказала, там есть разные бренды, в которые я бы хотела зайти. Вот. Но без фанатизма, конечно, мы сейчас не едем именно для того, чтобы прям, знаете, цель шоппинг. Просто погуляем, чтобы не сидеть дома, во-первых. Во-вторых, мне хочется развеяться. Может быть, что-нибудь купить, поднять настроение. Потому что шоппинг девчонкам всегда поднимает настроение. Плюс погода, ну, очень ветреная. Для прогулок не самый кайф. Ну, ребенку, конечно, все равно надо гулять. Вот. Я думаю, что, если что, мы вечером погуляем. Может быть, просто поменяем коляску. Потому что мы сейчас взяли именно прогулочный блок, а не люльку. А он у нас не полностью закрывается. Хотя у нас вот этот кокон ее, он от нуля до минус 25. Ну, короче, все равно норм. Так что можно будет и так, и так погулять. Потом можем пойти поесть стейки. Как раз проголодаемся после Макдонса. Плюс там есть комната мамы-ребенка. И, кстати, я после торговых центров, каких-то людных мест, каждый раз, когда мы приезжаем домой, уже все, все пришли. Мы все промываем себе нос. В первую очередь, я промываю нос ребенку. Потому что, ну, вот этими солевыми всякими штучками. Типа аквамарис, как-то там что-то там бэби есть. Прям такие, знаете, с трех месяцев, с шести месяцев. Вот. Это, конечно, Анютка не очень любит. Но что поделать? Кто любит? Вот. Потому что, мне кажется, все равно все вот эти вот бактерии, вирусники какие-то в носу очень хорошо сидят. И, мне кажется, это такой, знаете, хороший советик всем мамочкам, когда приходите домой с каких-то ТЦшек, где очень часто ходят все, непонятно вообще с чем. Ну, да, лучше всего хоть как-то постараться от этих всех дел у себя отстранить. Совсем забыла, кстати, с вами поделиться. Я думаю, что вы уже все посмотрели влог с Кариной, где мы знакомим наших детей. Вот. Но для тех, кто вдруг не посмотрел, обязательно посмотрите, потому что это, мне кажется, вообще самый такой крутой влог у меня получился на моем YouTube-канале. Ну, крутой в плане просмотров, конечно, такая тема. Хайповая, так скажем. Но обязательно посмотрите. Заодно сейчас вам покажу нарезку с этого влога, с этого дня. Мы там с Кариной весь день провели вместе, много болтали, про детей болтали, познакомили наших детей. Вдруг кто не видел, вдруг кто проскочил, потому что я совсем забыла, что я вам, ну, здесь не анонсировала этот влог. Так что вот посмотрите нарезку. Всем привет, мы наконец-то встретимся с Кариной. Всем привет. Карина, кстати, тоже ни разу не видела Нютку вживую. Буду, кстати, у Карины сниматься в подкасте. Забыл уже. Что мы хотели? Чтобы они хороват вместе водили? О, Монтик, привет! Какая курочка. Вот так вот время идет, а у нас появляются дети. У моего арбешки шашлык. Хотела бы Юля родить в Америке, а Карина в России. Смотри, у меня тоже есть малыш. Трэш. Неприятно. Ну вообще трэш. Я не могу долго без Анютки, я с ума схожу. Ага. Есть одно имя, то, как мы думаем назвать следующего ребенка. Конечно, да, и что, тебе жалко, что ли? Как не показывать ребенка, если ты с ним 24 на 7? Это я и я. Сейчас ты будешь в курсе? Это вам. И вам. Смотрите, как вы поняли, вот так пришло наш разный курс. Всем пока. А еще, ребята, я вас очень-очень попрошу подписаться на мой YouTube канал. Я как-то видела комментарии, что там кому-то что-то неудобно смотреть. Не знаю, почему у меня все идеально работает через приложение и на телевизоре мы смотрим через Smart TV. Все просто. Я не знаю, у нас идеально все работает. Вот. Мне прям очень все удобно. Еще по секрету расскажу, ну вы подпишитесь на меня, но по секрету расскажу. Мы там фильмы смотрим в супер-купер качестве. Недавно мы смотрели этот «Чарли», этот «Шоколадная фабрика», вторая часть. Причем мы сначала включили, поняли, что это мюзикл. Хотели выключить, обломались такие. Типа, фу, ну мы не очень любим мюзиклы. Хотя в детстве я любила. Типа классный мюзикл с этим Заком Эфронтом. Иванесси Хайджинс прям вообще обожала этот фильм. Все песни оттуда любила, пела, ходила подросткам классно. Короче, мы обломались, что это мюзикл. Хотели выключить, но решили смотреть, посмотрели. Прикольный, добрый, милый фильм. Я сначала не поняла, что это за чушь, ну типа, что за сценарий такой, что тут происходит. А потом мне Слава спал, что это как бы то, что было до, то есть то, как он стал тем самым. Прикл. Да, прикл, да? То есть это как бы, как бы в начале идет это, а потом тот Чарли Шоколадная Фабрика, который мы все с вами знаем. Ну короче, прикольно, мне понравился фильм. Несмотря на то, что сначала я из-за мюзикла такая тоже фу, выключай, мы недавно тоже какой-то фильм включали. Мне понравился фильм, несмотря на то, что он мюзикл. Понравился, да? Понравился. Нет, шучу, я с тебя убираю. Это мюзикл типа. Ну просто как-то не знаю, я не очень люблю мюзиклы. Как будто бы. Мы со Славой тут размышляли, кстати. Я у него спросила, хотел бы он в мюзикле сняться. Хотел? Чтоб ты пел там такой, как типа за каэфом тогда. Нет? Не хотел бы? Нет, этим надо жить. В смысле? Ну это должно быть, ну типа как призвание, этим надо жить, это надо любить. Я мюзикл не люблю. Ну тебе говорят, сняться в кино, выбирают. То есть ты, например, играешь парня? Нет. Нет. Сняться в кино вообще не мое. Я бы хотела, даже хотела бы в мюзикле. Ну понятно, меня бы там записали, оттюнили, если что. Но было бы прикольно. Я вот все представляла, помню вообще такой угар. Тебе, по-моему, даже рассказывала. Я встречалась одним мальчиком. Сейчас будет топ и старик. Встречался одним мальчиком. Ну мелкая была, не знаю сколько. 13 было, 12, вообще мелкая. Блин, даже не верится. Что ты ржаешь? С того какая ты мелкая. Короче, и тогда как раз смотрела этот фильм классный мюзикл. Ну это были такие, можно сказать, первые отношения. Ну просто детские тупые первые отношения. Мы просто гуляли, держались за ручку, ну целовались. В кино ходили. Ну я не знаю сколько лет было. Ну блин, 14 может. Ну да, наверное 14. Не 12, 13. Это я совсем загнула. Но 14 наверное было. Так вот, мы с ним поругались. Я уже не помню за чего. Короче, я шла спереди него, он позади. Тоже зима, помню, что-то холодно. И я помню, что мне было грустно. Я в голове у себя, как будто включила вот эту песню. Где, это, Банесса Хаджинс расстается с этим, блин, Заком Эфронтом в классном мюзикле. И такая, а мне мерещится. А, мам. Как будто вперед. Ну, короче, там типа грустно очень. И там такой, типа, знаешь, мне больно. Чё-то там бегу в огне. Ну, короче, типа грустно вообще. До слез. Они там как раз тоже расстались. И вот я иду у себя в голове эту песню. Такая, типа, пою и плачу, короче. Поняли? Ой, классно. Вот это я понимаю. Не то, что сейчас. Миллиард забот, хлопот, джекеха. Ах, сейчас бы просто идти и петь у себя в голове песню из классного мюзикла, а не вот это всё. Так что так вот. Я думаю, у всех были подобные истории. Это прям такая тупая фигня. Сейчас, когда я вспоминаю. Так вот, подпишитесь на меня и на мой рутюб-канал. Потому что я там буду выпускать классные... Ты чё, малыш? Что случилось? Что случилось? Чё, зёчек? Чё? Анюточка? Кто плачет? Надо часики включить. Чё, маму часики включит. Тики-тики-тики. Так-так-так. Может сколько она хочет? Чё-чё-чё-чё-чё-чё. Ну-ну-ну-ну. Не плачь, мой маленький. Анютка, Анютка! На телефон! Ну вот, ну вот, все хорошо. Слава включил, чтобы машина сама проковалась. Ну, она сама едет? Да. Господи, зай, может ты один попробуешь без нас? Нет, нет, нет. Куда она едет? Я не верю. Ты, если что, сможешь нажать на... Да, 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 я на тормоз еду. Боже мой. Ну, не знаю. Да ты нажал? Нет. Давай, выключай. Я не доверяю этим пунктам. Пипец. Значено. Ну, она это... Она смогла бы продолжить, если бы я не врезала. Да, она бы смогла продолжить и в машину в эту врезаться. Что это за автомобиль? Не, не, она сама остановила. Ну, не знаю. Ну, нахер. Я очень боюсь таких штук. Вот, реально, я не доверяю этим роботам, блин. У меня теперь это... Ничего, нет, надо это попробовать обязательно. Еще раз. Просто это... Место она неудачное нашла, а я не сюда хотела. Ну, что, ты готова путешествовать, Аня? Готова пойти гулять по ТЦ? Смотреть на всякое интересное. Погнали! Сейчас мы тебя соберем. Сейчас папа коляску достанет. Мы его, конечно, могли я неудку оставить в автолюльке, но мне кажется, нафига. В том-то поинтереснее будет. Хотя кто его знает. Может, и в автолюльке надо было оставить. Тут и закрыть больше можно ребенка. Может, надо было ее в автолюльке оставить? Да нет, тут удобнее, чем в автолюльке. А будем подкладывать что-то? Куда? Да нет, жарко там будет, наверное. Куда пришел? Ребеночек. Мой миленький. Мишка. Ты моя зайка. Ты мой сладенький. Вот так. Что это? Что за палка? Шопиться поедем, да? Шопиться сейчас будем. Что, ты думаешь, ей так удобно? Как? Так, конечно. И намного удобнее, чем в этой бустере. На. Тебе что-то надо? Да, сумка. Блин, липк, я не смогу нести. И Анюткина водичка. Уберем, может, твою грызуню? Грызуньку уберем, может быть? Динь-динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь-динь. Только вот я хочу и носки еще одеть. Посмотрим сейчас в ТЦ, насколько там тепло. Но, блин. Ну, типа, знаете, я, получается, и в обуви. Да, конечно, так и прикольно. Сидишь, держишься за этот. Как он меня проводил, ты глянь. Надо было взять микрофон, говорю, для ТЦ. Да что-то написали, что с микрофон... Не, ну, по-разному писали. Кто-то писал, что офигенно с микрофоном. Если бы я смотрел твои влоги, да? Ты бы хотел с микрофоном? Мне было бы круче, если бы я слышал четко, что ты говоришь. Мне пофиг на то, что там вокруг. Это правда. Я просто подумала, что с микрофоном теряется какая-то life-historia. Я подумала, что будет лучше без. Но потом забыла, что в ТЦ довольно-таки шумно. Это мой косяк. Надо его всегда с собой носить в микрофон. Ну, ладно, что поделать. Мы идем на лифт, потому что с коляской по-другому не га. Я не знаю. Я не знаю. Духи, одежда, все, что хочешь. Наконец-то. Ты куда поехал? Я, ты куда поехал. Пошли туда сразу. Ох, сколько сегу. А так приятно, что в день я замерзла. Да, у меня выше не было холодно. Как хорошо, ты посмотри, в день я уважаю. Потому что пятница день. Вечером тут, наверное, будет дофига народу. Видите, как клево гуляешь. Какой-то нет. Что, давай в этот магазик зайдем. Вот, кстати, джинсы у меня из этого магазина. Кстати, мерила я вот такую дубленочку. Думала, типа, прикольная. Но что-то как-то в итоге передумала. Решила, что такое не надо. Здрасте. Хотела такую дубленочку еще в поездку в домики отдыха взять. Но в итоге что-то передумала. Я выгляжу со стороны. Надо было еще посмотреть, как я выгляжу со стороны. Короче, мне нужно сделать классный гардероб. Хорошую базу собрать. Рубашечки, джинсы. Посмотреть, что вообще есть. Не хочу брать какие-то, знаете, типа вот такие кофты. Потому что у меня их в шкафу дофига. Хотя они такие универсальные, вроде классные. Ну, типа то, что, знаете, просто для повседневной жизни. Ну, что-то мне так надоели такие вещи. Ой, такое приятное качество, мягенькое. У футболочки. Может, померить. Хотя обычная футболка, да, база. Вот я хочу себе джинсов классных. Вот, мне нравится, кстати, цвет. По размеру, правда, вообще не ориентируюсь. Что-то 27-26. Вообще не секу. Тоже прикольные джинсы. Рубашечка клёвая. Курточка клёвая. Да мне вообще-то всё нравится. Ну, начну я с этих джинс. Я померю вот эти джинсы. Не знаю, по размеру. Анечка, маме нравятся такие штанишки? Подходят? Посмотрим, что у нас тут. А вот я не знаю, кстати, про свой размер. Может быть, вы подскажете. В каких магазинах какой чашель вы покупаете? Это в S. В Санкт-Петербурге 42-й. Ну, давайте я такой померю. Если что, пожалуйста, это проще. Да. Спасибо большое. Я бы ещё хотела взять белые какие-нибудь джинсы, но сейчас точно я в них никуда не смогу ходить, поэтому я рассмотрю такие штанишки попозже. Такое платьишко красивое. Блин, ну вот, знаете, вроде хочется вот каких-то футболок всяких прикольных набрать, а с другой стороны, я не знаю почему, но у меня всегда как будто бы это всё. Туалетов много. Хочется что-нибудь интересное в шкафу. Вот, типа, какая-то куртка-жилетка, что-то два в одном какая-то. Какая-то интересная и стильная вещь. Надо, конечно, со стилистом ходить по магазинам. Вот рубашечка тоже прикольная, мне нравится. Или вот такое что-нибудь. Ну, просто цвет я смотрю. Красиво. Сверху даже вот на такую кофту, как на мне сейчас, мне нравится. Может, померить? Что думаете? Блин, микрофона не хватает, я прям уже заранее вижу. Короче, вот не знаю. У меня вот такой вкус, видите, на простые вещи. Ну, как сказать. Я не умею что-то такое прям придумывать интересное. Мне, конечно, помощь нужна. Кстати, мне очень многие предлагали свои услуги в директ. Типа, ну, как стилисты, помочь. Собрать какие-то луки. Так что даже не знаю, может быть, обращусь. Думать, хорошая футболка? Типа, обычная, да? Нужна мне такая. Ладно, возьму. Вот еще джинсы мне нравятся, белые. Правда, не знаю, куда я в такие вот тоже буду сейчас ходить. Ну, ладно, померю тоже, попробую, по крайней мере. У меня от этого бренда много классных вещей, которые я прям люблю, ношу. И костюмы какие-то деловые есть. Какая тут классная раздевалка. Вот я смотрю, вроде худая. Да. Просто надо подкачаться. Я взяла вот такую вот базу. Хотя я не очень люблю такие топы, потому что я после родов, ну, все-таки набрала, и вот эти части я не очень люблю. Блин, прикольно. Я прям хочу разные цвета такой штуки взять. Качество супер. Так, ладно, мне интересно померить джинсы. Так, девчонки, я померила джинсы размера S. Они еще короткие, наверное, может быть, для невысоких. Они у меня такие прям супер впритык. Ну, в смысле, такие впритык, что аж попа просто вся сминается. Но они мне как бы норм, ну, то есть они мне впритык, но не малые. То есть я их, ну, спокойно застегнула, все. Короче, что делать? Ну, сбоку как-то это... Попа вообще нет, просто с ногой сливается. И трусы еще меня выпирают. Я просто понимаю, что они еще как бы растянутся, но все равно так или иначе. Но меня смущает, что они такие короткие. Вот. Ну, хотя нет, нормальные, обыкновенные. Потому что я привыкла, что у меня все джинсы в последнее время, они такие как бы прям длинные. Но мне нравятся клевые джинсы. Да? Обычные, хорошие джинсы. Просто в попе такие прям упругие. Вот спереди мне нравятся. Видите? А сбоку не очень. Но я не знаю, тут как бы дело в том, что джинсы мне сильно малые жмут. Либо просто у меня попы нет. Ну, наверное, попы нет, да? Напишите в комментариях. Так, девчонки, померила вот эту рубашку, которую мы с вами смотрели. Блин, прикольная рубашка. Ну, вообще, мне нравится. Стильно выгляжу. Скажите, уже не такой уж и был уж. Интересно, сколько это стоит? Рубашка, по-моему, 11 тысяч стоит. Ну, мне нравится. Ну, типа обычная. Не, ну, может, как бы кофту другого цвета надо. Да и рубашка, в принципе, обычная. Но прикольная, такая освежает немножко. Короче, люблю в таких примерочных, где зеркала, смотреть, как выглядит мой нос в профиле. Ой, не то. Сейчас я еще привыкаю к новой камере. Ну, гау. Вот так вот стою. И вот туда, в то зеркало, смотрю, как я выгляжу в профиле. Всегда интересно посмотреть на себя со стороны вживую. Я, конечно, влоги-то снимаю, все понятно, но вживую тоже интересно. Ну, да, она такая, типа, оверсайз. Там есть XXS, да? Да. Все, в стеклах. А вот тут остановитесь, не надо дальше уходить. А я просто заскучала. Ну, просто маму смотрит. Вот такая рубашка, знаешь, какая-то, ну, объемная стежка. Нормально. Есть поменьше размер. Прям сильно она и короче. Ну, она большая, просто типа, оверсайз. Чуть-чуть. А можно вот такую там поменьше размер? А она какая-то XS? Нет, по-моему, S. Она прям такая большая, да? Да. Ну, смотри, вот эта рубашка лучше по размеру или она слишком какая-то деловая? Лучше побольше. Давай сюда вставим. Ты хочешь туда-сюда? Ну, мне нравится, сдалека прикольно выглядит. Ну, опять же, под какой-то определенный лук. Да. Да, нравится тебе даже так. Я вижу, это просто как бы плюс-минус по размеру идет. А вот это я видела, это такая прям оверсайз. Не, вот это лучше. Это лучше? Да, да, потому что здесь рукава меньше скатываются, чем там. Ну, что думаешь, хорошая рубашка? Хорошая рубашка. Ну, ладно, возьму ее тогда. Класс. Чего рядом с ним? Как тебе, Марка? Она такая хорошая. Что только у меня все утром дошло. Так, ребят, получается, я взяла две пары джинс. Одни я вам не показала, наверное. Три маечки, одну обычную футболку и все, да? А, и рубашку. И получилось 50 тысяч... 55? 50? Офигеть, блин. По бартеру, конечно, больше нравится. Да не, ну блин. Как-то вот не знаю. Конечно, по бартеру прикольно. Хотя я всегда тоже говорю, что бартеры, это же не бесплатно. Это, извините меня, за рекламу. Но как будто бы, когда сам платишь, более бережно относишься к вещам. Я в последнее время практикую такую тему, что что-то, даже не что-то, а просто сама покупаю многие вещи в тех магазинах, с которыми мы могли бы даже посотрудничать, например. Ну и просто в какой-то момент это стало мне как будто бы легче, потому что не всегда мне, знаете, вот в магазине нужно прям много всего. Я вот одну вещь, допустим, хочу. Ну и зачем мне там про тот же бартер договариваться или предлагать, если мне проще реально самой купить одну вещь и не делать никакую рекламу. Ну, короче, это такие блогерские миссы. Ходим, шопимся. Хотя вон там, смотри, нормально народу. Как-то ресторанной дворе. На первом, типа, а что-то, а, ну да, там всякие кафе, мафе, там же, кстати, комната для мамы-ребенка. Анютка развалилась. Как дома. Ей бы еще это, меночку какого-нибудь напитка и чипсики и футбольчик, да, Анютка? Я всегда, когда, ну, стесняюсь снимать в общественных местах, я вспоминаю, что по закону я имею право. Так что кофе. А вот, кстати, магазин, бренд. Bell. You. Очень-очень их люблю, реально. Мне за это не платили. Так странно, когда реально, ну, ты блогер и часто с кем-то сотрудничаешь. Во-первых, тебя постоянно подозревают в какой-то рекламе, что ты это не от души говоришь, а потому что это реклама. Вот. И просто обычные какие-то рекомендации бывают, выглядят, ну, реально, как реклама. Ну, короче, странная фигня. Как будто больше народу, да? Вот, кстати, бренд Opovee классный. Вот такой. Я вот хотела у них что-то на лето посмотреть, но пока нет летней коллекции, заходила на сайт. Сейчас мы пойдем возьмем Славе кофе, чтобы он мог радоваться этой жизни как следует. Да, Зайки? Чтобы я ожил. Чтобы он ожил. Я бы хотела зайти в Золотое Яблоко. Мне надо косметику обновить. Что мы хотели еще? Что мы любим? Вот такая-то цешка. А где кофе у тебя? Это где? А, туда. Пойдем. Прикольно, да, тут? Там какие-то шоурумщики. Так, это шоурум, в котором я могла бы тоже зайти посмотреть вещи. Но не знаю, надо ли она мне столкнулись с пакетами с какими-то девчонками. Нанютка шок, наверное. Столько дружухи. Вот в этот я подошла. Пошли посмотреть, есть там что-то или нет. Ты куда? Надеюсь, все найти другое кофе. Ну, как дела? Весело? Воды хочешь попить? Водички? Будешь водичкой? Нанютка в шоке. Смотрит на эту птицу золотую. Классно? Все? На. Не хочется Соню. Чего, мое солнышко? Мбл. Ты смотри вокруг на все интересное, да? Не холодно? Не жарко? Может, ей наоборот жарко? Бубль. Я с вами говорю, типа, давай подождите меня, я схожу в туалет в женский, в обычный. Говорю, да ладно, пошли, там в комнате мама и ребенка, есть туалет, есть... Я был прав. Да, тут есть туалет, но он вам такой. Я в такой не помечусь. Я боюсь, он просто рухнет подо мной. Так, Анюлька. Вообще, нам сюда сейчас рано с Анюткой. Ну, раз уж мы здесь, ладно. Короче, мы зашли в Лакост, и... У меня прям такая ностальгия. Раньше я носила поло, Лакост и Фред Перри прям обожала. Блин, прикольно. Такой вот костюмчик мне нравится. Я его, правда, вживую полностью не видела. Ну, короче, как-то потом у меня было такое отношение к Лакост. Да и сейчас, как будто, типа, вообще... Типа, никто не носит Лакост, как будто. Ну, либо просто... Даже не знаю, на чем. Не, прикольно. Я бы хотела себе поло какое-нибудь классненькое. Мне кажется, как будто бы ностальгия какая-то. Не, прикольно. Вот, смотри, у них такой шарфик. Клёвый. Курточки ничего такие. Просто ходим, смотрим. Ну, тут для мужчин хороший выбор зато. Довольно-таки стильный такой, смотри. Типа, костюм вот такой бежевый с курткой. Прикольно. Мне нравится. Много джинс. Вот, такие кофточки на каждый день. Смотри, классно. Мне нравится. Мне нравится такой стиль. Такой обычный, классический, повседневный. Да? А это уже такое немножко гучи каким-то попахивает. Вот так вот посмотрели, и всё. Ходим, гуляем. Анюточка что-то отказалась кушать. Поменяли ей подгузик. Вот. В итоге расхныкалась. Ужаска сложилась. Да, уже сложилась. Что мы только в один магазин зашли, потратились. Мы ещё на первом этаже не были. Я просто подумала, что погуляем здесь до тех пор, пока не проголодаемся. Вот. Я уже думаю, что через три часа там мы дома будем. Я бы, конечно, сюда зашла, в Золотое Яблоко. Но здесь всегда народу. Просто до хера. Мне кажется, просто все люди, которые сейчас приходят в ТЦ, они все направлены чисто в Золотое Яблоко. Не, я сюда не пойду. Я себе онлайн заказывала уже. Довольно-таки удобно. Правда, мне пришло, что долго. Ну, во-первых, вечерея стала. Вот, поэтому все сюда и сидят. 6 часов уже даже не было. Ну, всё равно, да, народу до хера вообще стало. Мы когда сюда приехали, тут вообще пустота была. А сейчас дофига людей. Короче, знаете, чем я иногда занимаюсь? Открываю сайты брендов. Ну, типа Prada. И смотрю, что мне нравится. Делаю скрины, потому что мы скоро поедем за границу. И, возможно, там куплю себе какую-нибудь сумочку. Не знаю, надо, но у меня вообще нет. Ну, как будто бы хочется. Привет, конечно. Можно вам дальше записать? Конечно. Всем привет. Подписаться, как всегда. Вот Снежана. Очень красиво. Блин, мне вообще неожиданно. Как? Боже. Без него. Так, украшу. Спасибо большое. Спасибо. Было очень радо. Вас встретили. Так приятно. У тебя очень классно. У тебя очень классный. Спасибо. Я тебя очень люблю. Так приятно. Спасибо. Простого вечера. Так приятно. Такие моменты, я думаю, блин, я еще ничего. Ну, типа, знаете, бывает в комментариях пишут, типа, вообще, то, все, пятое, десятое. Ну, вот только что вторая девочка встретила. Меня, кстати, часто спрашивают, как часто меня узнают. И я такая, ой, да меня вообще особо не узнают, потому что я особо никуда не хожу. Ну, то есть мы в основном, что дома, там, гуляем где-то в парках. Ну, типа, такое, знаете. А в людных прям местах мы особо не выбираемся, потому что, во-первых, нафига ходить в сильно людные места. Вот. Ну, и с ребенком. Вот, ребенок латит. Так, ребята, мы вышли на улицу. Смотрите, как тут классно. Получается, в этот ТЦ можно зайти. Вот так вот интересно. Тут есть эскалатор, можно где-то посидеть, но нам приходится подниматься вот так, поскольку мы с коляской. Анютка поела в итоге в машине, ее покормила. Правда, она согласилась кушать только под песню часики фиксили. Вот это головняк, конечно. Я, конечно, так прикалываюсь по поводу того, что это головняк. А что там вообще? Снег, дождь? Ну и снег. Короче, мы хотим Сане погулять для того, чтобы она уснула. Конечно, здесь не самая лучшая атмосфера для усталых. А что они не сделают? Там очень, ну, эскаватор обычно. Так, здесь есть он. Только он для, это, лестницы. А у нас-то коляска. Лифт, что ли? Так. Прикиньте, мы поднялись, а тут пройти не... Мне кажется, вот здесь надо, Зай. Ну попробуй, отмениться. А, там тоже можно. Видишь, там не скреплено. Еще, прикиньте, закрыли здесь проход. Держу. Просто отодвинь. Да вот там проще пройти. Сейчас еще скажут, вы что творите? А как нам ходить, да? Ты сам-то выйди. Нормально, да, так закрыли проход? А что мне делать, если я одна, например, с коляской, без мужа? Вообще, а? Все. Ань, гуляй, спи. Спи, о-моё. А, спи. Все, она уже глаза закрылась. Аккуратно, в пакет не грешется. Я вижу этот пакет. Куда ты так бежишь? От людей подальше? Людей. Ну их тут дофига. Дай ребенка поправлю. Получше застегну. Опущу побольше, может. Пусть лежит. Лежи, лежи. Вот так закроем. Все. Теперь можно гулять. Кстати, у меня зарядка на нем кончается. Нет никакого дождя и снега. Что за херню мне наобещали? Снег шел. Ну ладно, может и шел. И дождь идет. Слушай, какой-то очень маленький снег идет. Слушай, это дождь, читай. А не то, что мне наобещали. Я снег только что видел. Минуту назад, когда поднимался. Ну он был легкий. Просто там такое обещание было, что типа вообще дома сидеть. Ближайшие сутки. Ну то есть обещали такое. Я думала, снегопад будет с дождем лютым. Да, прикольная тут локация, конечно. Наверное, чуть ли не моя любимая в Москве, да? Там такая, ух ты, смотри, какой ты на трамвай едет. Помимо того, что с блестками, он за собой еще какие-то подарки везет. Да, прикольно. Я первый раз такое вижу. Я тоже. Красивый, да? Да, жаль, что далеко. Со снеговиками. Да. С желтыми почему-то. Почему они желтые? Вот, ребят. Я здесь каждый раз говорю, вот, вот, Павелевская плаза. Да, прикольно. На катке никого нет, посмотрю. Странно, странно. Анюк спит уже вовсю. Да, да, здесь и ровнуется. Да, вы. Так что мы вот так вот будем гулять. Потом вернемся, у нас машина на паркинге. А вот когда мы будем жить в новой квартире с паркингом, то можно будет ребенка даже не одевать. И если захотим поехать в ТЦ, то даже куртки не одевать. Прикинь, просто вышел из дома, сел в тачку. Доехал такой, куда тебе надо. Например, до ТЦ с паркингом. Вышел, пошел в ТЦ, сел и в следующий раз опять вышел на парковке, но уже у себя дома. Улет. Да, конечно, такие комфортные условия очень греют меня, мою душу. Как красиво ночная Москва спит. Но нам надо будет с ней хотя бы минут 20 пошлындрыть, чтобы она покрепче уснула. Потому что если мы сейчас зайдем в ресторан, то она проснется, и это будет такой скандал. А, вон он трамвай, пошли скорее к нему. Вот, видите, какой трамвай? А вот там Дед Мороз едет внутри. Почему снеговики жёлтые? Так, ребят, мы решили прогуляться. Ну, я вам говорила уже, Слава зашел в наш ресторан, как бы забронировал местечко нам. Там, правда, на народу дофига. И мы вот здесь рядышком гуляем с Павелецкой. Мы тут вообще, мне кажется, никогда вот так вот не гуляли. Чисто поесть приезжаем, и всё. Тут какая-то церковь. Прикольно. Короче, почему мы сегодня не поехали к Матроне, у меня спросил Слава. А я ему такая говорю, потому что обещали снег и дождь, и я подумала, что мы там будем стоять снег и дождь. Поэтому, говорю, поехали завтра. Хоть завтра и выходной, но что. Тут ещё пробки какие, глянь. Ну что, куда? Сюда. Туда? А что, я обратно пойду? Как? Так же. Такой дорогой. Да? А ты как хочешь? То, чтобы, конечно, не разгуляешься. Просто там ещё уже нет. И вон снег вообще свисает. Ну, пошли. Да, конечно, это не лучшее место для прогулок с ребёнком. Центр, пробка, вышки. Мы могли бы дальше, но у нас всего лишь 10 минут. Не, ну, дело даже не во времени. Просто мы же приехали сюда не для того, чтобы с ребёнком как бы искать место самое зелёное и экологически чистое. Отстой. Да, хочется, конечно, ребёнка в парке привозить, но мы стараемся. Вот недавно ходили в Измайловский парк, гуляли. Но тут как бы выбираешься. Либо едешь в центр по каким-то ещё своим делам, понятно, ребёнку нафиг в центр, либо в парк просто на прогулку. Короче, под конец этого дня у меня настроение, конечно, разыгралось. Потому что, во-первых, произошёл шопинг приятный. Мне понравились эти вещички. Хотя, получается, каждая вещичка, она такая, ну, типа, знаете, не дешёвенькая. Это, мне кажется, всё-таки не масс-маркет. Хотя, не знаю, кто рассудит. Как понять, что масс-маркет? Это то, что популярное и недорогое. То, что везде, на каждом углу. В общем, настроение хорошее. Как всегда, закончим приятным ужином. Правда, и не голодным. Если ты спрашиваешь меня про ту му, то это не масс-маркет. Я бы это масс-маркетом не назвал. Ну, мне кажется, это уже что-то такое, как бы дизайнерское. И прайс всё-таки повыше. Масс-маркет таким дорогим не может быть. Ну, получается, одни джинсы стоят 11 тысяч. Да? Это дорого. Это не масс-маркет. Это дорого. Масс-маркет это джинсы сколько тысяч? 6 тысяч. Ну, наверное. Даже 4, наверное. Не, за 4, наверное, что-то там нормально. Ну, как, есть джинсы на такие деньги? Нет, ну, типа, я считаю, что там на крыльтаже Зара это плюс-минус. Да, это не плюс-минус, это 100% масс-маркет. Ну, мне так кажется. Твоё, масс-маркет. Ну, да, да. Причём, там есть прикольные вещи, интересно. Ну, наверное. Ну, у меня там есть пары. Слава один из тех людей. Я постоянно хочу его, как-то, знаете, стильно, как, типа, инстажена, я не знаю, как всё назвать. Нарядить его в какое-то там стильное, бежевое, какие-то луки собрать. А ему хочется что-нибудь такое прикольненькое, футболочка с принтом каким-нибудь. Именно такое, знаете, ну, пацанское, короче. И чем практичнее, тем лучше. Такой тут есть магазинчик. Да нет, просто, наверное, оно в одном. Что-то для тачек пустые прилавки. А чё оно такое пустое всё? Может, переезжаем? Наверное. Так что вот так гуляем. Как думаешь, дорогие тут квартиры? Конечно. Это же по-велецки. Интересно, да? Ты чё, они здесь космос стоят. Каждый раз, когда мы где-то в центре со Славой гуляем, вот, например, на Патриарших прудах мы были, тоже я во влоге рассуждала о том, какие дорогие там квартиры могут быть, я вот думаю, там наверняка живут какие-нибудь пенсионеры. Может, концы с концами сводят. И вот, типа, продать бы, да? Например, купить две. В одной живёшь, в другую задаёшь. Плюс к пенсии, улёт. Пользуйтесь. Просто схема от Юльчика. Осталось только, чтобы тебя бабки начали смотреть. А меня сводят, кстати. Мне периодически в комментариях прилетают сообщения от таких женщин. Так, ребят, мы уже дома. Анютка много спала, классно спала. Вот, и что-что, мы отдыхаем. Как сказать, отдыхаем? Сейчас пойдём купать Анютку. Вот, мне ещё нужно сегодня поработать, кое-что снять. Помимо того, что я и так сейчас снимаю. Такой сладенький, хорошенький малыш. Топ, топ, топает малыш. Короче, вот это вот кресло, которое у нас сбоку. Видите кресло-качалка? Я так боюсь. Она постоянно к нему лезет и пальцы прям, ну, под него, короче, засовывает. И мне очень-очень из-за этого страшно. Переживаю, чтобы она, не дай бог, себе пальчик не прищемила. Спала Анютка, мне кажется, два с половиной часа вообще. Но она до этого плохо спала полчаса всего. Так что гуляем. Мы как только пришли домой, первое, что я сделала, это начала пылесосить нашим новеньким моющим пылесосом. Да, я помешана чуть-чуть однозначно. Зато мне не так стрёмно, то, что ребёнок у нас топову прям валяется. Я себя из-за этого, ну, комфортно чувствую, что она вот так вот ползает руками своими, потом их в рот, и мне от этого как бы сильно спокойнее. Так что, нормалёк. Анют, выходи в коридор. Выходи. Давай, выходи. А, вот и Вива. Вивс, ну-ка, за Вивой будешь следить? Вива. Ну-ка. Вива. Что-то за Вивой не следит. А, следит. Ну-ка, иди сюда, Вива. Реально за Вивой следит. Зая, слышь? За Вивой тоже следит. Камера. Прикинь. Пошли сюда, Вив. Вив. Опа. Ну, кстати, Вива с Анюткой уже больше ладят. Да, Анют? Анютка, правда, недавно хотела к Виве в миску залезть. Буквально вчера. И буквально сегодня. Ну-ка, хорошенький. Топ, топ, топ. 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 Топ, а смотри-ка, ты уже куда вышла. Ты до этого не выходила. Топ. 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 Вижу, тебе к нему не летит. Топ. Собачий туалет! О, нет! Нет! Нельзя туда! Нет, нельзя! Сейчас какая-нибудь супер-пупер мамочка напишет. Юль, оставь! Пусть она падёт! Полижет собачий туалет! Вообще, это наоборот полезно! Девчонки! Ну уж нет! Нафиг ваши советики! То же самое, что ребёнок где-нибудь на детской площадке будет сидеть и играться, блин, с какашками засохшими. Ну не надо мне, спасибо! Я буду, пожалуй, следить за своим ребёнком! Вот! Поняла, Анютка? Никаких тебе какашек собачьих! Не сегодня! Ой, 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 ой! Короче, ребята, я с вами на этом прощаюсь! Вот! Потому что, как я сказала, у меня ещё миллиард тысяч, миллионов дел! Ну, что я могу поделать? Такая я деловая! Гус! Ещё самой тоже хочется и в душ сходить, и чаёк попить! Сейчас так всё лень? Так всё лень! Так что всем пока! Спасибо, что смотрели этот влог! Надеюсь, что он вам понравился! Мне кажется, он такой долгий получился! Ну, хорошо, да? Вот, напишите, понравился ли вам такой влог, что я так много болтала! Ну, я вроде показывала тоже немало, старалась, по крайней мере! Как-то с этой камерой я себя поувереннее чувствую, когда снимаю вообще с на местах! Часики идут! Ха-ха! Хитрюга! Ну-ка, по-моему, тобой сидит! Тихий-тихий так! Тихий-тихий так! Всё равно замыслились! В общем, ладно, всё! Всех люблю, целую, обнимаю! Всем спасибо! Что ты там зужу ешь? Нёготь? Ладно, всё! Ой! Скажи пока-пока! Анют! Пока-пока! Давай, пока-пока! Давай, сделай пока-пока! Пока-пока-пока! Как ты делаешь? Пока-пока-пока! Ладно, всем пока!